Аминь. его по моему ты на эту скамеечку садись вот сюда вон там возьмите его рядышком вон туда иди к девочкам а тут далеко очень поближе к учительнице чтоб был рядом сидел и 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 Продолжение следует... 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 Он взял на себя грехи и умер. Он эту смерть претерпел за нас. Да, он на кресте распялся за нас. Да, за наши грехи. И Нестор сейчас нам скажет стих, который об этом и говорит. Сердце Библии еще называется Иоанна. Иоанна 3,16. Так. Сейчас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. О, это как раз мой. Ты тоже его учишь? Да, я тоже его говорю. Я уже выучила. Молодец. Папа с тобой занимается, да? Да, мама с тобой. Мама с тобой? Умницы какие. Хорошо. Вот видите, вот этот стиль дополняет этот. То есть, дабы каждый верующий в него всякий не погиб, но имел жизнь вечную. Понятно? Кто будет веровать в Иисуса Христа? Тогда Христос за него умирает, Христос берет его грехи. Вот этот стих, который я вам задала. Сейчас начинаю вот отсюда. Елисей, я уж пропущу. Просто повторим. Таинство. Семь таинств. И вот так по очереди все скажут. Если кто-то не говорит, очередь переходит к следующему. Начинай. Какие таинства мы прошли? Все. Повторение, мать учения. Одно ты называешь следующее. Исповедь крещения. Да. Венчание. Венчание или брака. Исповеди. Исповеди. Миропомазание. Миропомазание, которое вместе с крещением происходит. Исповедь. Исповедь сейчас только. Ты сказала исповедь. Евхолисия или причастие, да? То есть то, что после исповеди. Раз, два, три, четыре, пять. Осталось два. Крещение первое было. Соборование. Соборование и рукоположение. Я показываю рукоположение. То есть руки положили, да? Сладели освящение. Ну это тоже. Это соборование. Вот. Вспомнили, да? Все семь таинств. Я думаю, что мы больше к этой теме не будем возвращаться. Вы теперь знаете все семь таинств. И нигде не смутитесь, если нужно будет их назвать, вспомнить. Все остальное, все остальное, когда мне говорили, там, отпевание, там, еще что-то. Это не таинства. Это такие чины богослужебные. Это такие виды службы. И они были давно-давно составлены. Интересно, когда машину освещают, батюшка говорит, колесница там сидит. Я там, колесница, да? Если он, например, что там дом освещает, он говорит, чтобы в доме было масло, вино, или там полная чаша, что-то какие-то такие вот слова. То есть, вот тогда-тогда, то есть, это было много веков составлено, это ничего не меняется. Это вот как читалось все эти там специально подобранные тропари, кондаки и так далее. Вот. Что-то еще хотела вам сказать. Ну, ладно. Еще такой момент. Давайте на следующий раз сразу вот этот стих, тоже продолжение того, что мы сейчас с вами прошли, вот эти стихи. Деяния апостолов 4.12. Просто пишется, записывайте. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спасти. Да, мы этот стих с вами учили, многие его забыли, сейчас его повторим. Несколько лет назад мы проходили его. Ну, 4.12. 4.12. Ибо нет другого имени под небом. Деяния 4.12. Не склоняйтесь. Вот вы наклонились, аж там тень падает, не видно ничего. Деяния 4.12. Можете дома выписать, можете сейчас. Ибо нет другого имени под небом данного человека. Которым надлежало бы нам спастись. Вы все понимаете, о каком имени речь идет? О каком имени речь идет, Даша? Которым мы можем спасти? Иисус Христос. И когда говорят, ну, Бог у всех это один, это все одно, это не одно. Мы не спасаемся именем чужой веры пророка или еще что-то. Мы только именем Иисуса Христа. А что вот такое, кто мне скажет? Вот Фросина с умной девочкой. Вот сейчас стих, как заканчивается, который сегодня учили. Во Христе Иисусе Господе нашим. Там написано, дар Божий, жизнь вечная. Во Христе Иисусе Господе нашим. Как-то во Христе Иисусе, вот когда вот эти слова мы вспоминаем, жить во Христе Иисусе, быть во Христе Иисусе, что значит во Христе Иисусе? Вот как это понять? Вот человеку, вот Даша пришла, она не понимает. А что такое во Христе Иисусе? Да, Даша, скажи, я вот не понимаю вот этого выражения. Выучила, рассказала. Она понимает, конечно, ну, допустим, вот она новенькая и не понимает. Как вот, Фрося, ты бы, ну, вот своими словами по-другому бы сказала? Это значит жить согласно Библии. Жить согласно Библии. Напиши. Вести благочестивый образ жизни, потому что тут указано, что не просто жизнь вечная, но жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. То есть во Христе Иисусе. Так же, ну, быть верующим по Библии, Иван как бы сказал. Наверное. То, что Иисус, Он спустился на землю, то есть Он уплотился в человеческом теле, то есть Он также был, как и мы, подвержен плотским искушениям. Он показал нам своим примером то, что все это можно преодолеть. Но так как Он был не только человек, но Он был еще и Сын Божий, Он показал тем, что самим нам с этими плотскими стремлениями не справиться. И это можно сделать только в Господе Иисусе. С Божьей помощью. Только с Его помощью. Ну вот, то есть, живя вот в этом, во Христе Иисусе, какое бы слово сюда вот хорошо бы вставить, как показать? Ну, я вам подскажу. Кратко. В единении, в единении с Богом. То, чтобы Бог присутствовал в вашей жизни всегда, то есть, с Ним объединиться как бы. Бог всегда, то есть, жизнь во Христе Иисусе, это значит, Христос должен присутствовать с вами не только по воскресенью в первой половине дня. Христос должен присутствовать все время. Вы спать ложитесь, вы молитесь Господу, вы ночью проснетесь, вспомните о Боге, поблагодарите Его. Просто воздохните, даже если даже не встаете там с кровати, вспомните. На небо посмотрели, вспомнили о Боге, о Творце. Утром встали о Боге, днем, в школе, всегда помните. Вы христиане, вы другие, вы живете с Богом. И Бог должен всегда быть с вами. И вы с Ним. Понятно? А чтобы Он с вами был, призывайте Его к себе, быть с Ним. Не забывайте о молитве. Пошли на экзамен, на контрольный. У нас есть группа, я вам говорила, пишите. У вас какая-то группа, напишите, скажите, у меня завтра такой важный зачет, да. Помолитесь обо мне. Представляете, все другие за вас дети помолятся. Или там вот, иенафа, вы болели. Я говорю, ну почему ты не написала, что иенафа, она в группе состоит, во взрослой группе. У нас, когда кто-то болеет, Сергей Павлович написал, прикворал, там заболел, написал, все за него молились. Он уже через сутки говорит, ой, мне так полегчало, спаси Христос, все. Иенафа болел, не стар, мы даже не знали, неделю ребенок в школу не ходил. Даже никому не сообщила, не написала. Каждый день читает сообщения, сама не напишет никогда. Но написала бы, помолитесь, не старок заболел. Да наши сестры бы с удовольствием, вы только бы тут же бы на молитву встали за Нестора помолиться. Нет, не надо. Не нужна Божья помощь, не нужна. В любом деле можно, ну хорошо, не хотите сообщать, сами молитесь. Сами молитесь. Болезнь, контрольная, болезнь, неважно, просто поблагодарите. Будьте всегда с Богом. И помните во всем, смотрите, как бы с точки зрения христианина, как будто Бог с вами невидимо присутствует всегда. Ведь Бог есть Дух, Он вездесущий, весь мир наполняющий, Он всегда с вами. Даже если вы о нем не вспоминаете, Он все равно с вами, и Он вас видит. В школе вы, в компании мирских людей, находитесь в их окружении. Не забывайте, что вы христиане. Всегда будьте с Богом, в единении с Богом. Вот что значит во Христе Иисусе жить. Жить всегда во Христе Иисусе. То есть все ваши мысли, как вот батюшка все время говорит, а вот куда-то идете, думаете, а со мной бы сейчас Христос пошел туда. А вот это то, что я сейчас буду делать. Христос бы ко мне присоединился, а ангел мой хранитель захотел бы сейчас со мной там быть, это делать, говорить, смотреть на это или еще что-то там. Всегда оцените вот этот. И бывают хорошие фильмы, которые, можно посмотреть, бывают гадостные, палкостные. Подумайте, пошел бы с вами Христос смотреть этот фильм. Или там в телефоне его смотреть, или в игры играть, или еще что-то. Вот что значит жить со Христом и во Христе Иисусе. Так, ну это вот наш стих. Знаете, вот вам хотела сказать еще. Вот когда читаете особенно Псалтырь, у нас же синодальным переводом мы пользуемся. Кто помнит, в каком веке был создан синодальный перевод Библии, которым мы пользуемся? Именно русский перевод, не славянский, а русский. Ну, примерно. Когда его перевели? При направлении Николая II. Ну, при Николае II. Ну, это, наверное, нет еще его отца. Александра III. То есть это, какие времена? Ну, век хотя бы, скажи, полвека. Восемнадцатый век, девятнадцатый. Девятнадцатый век. Девятнадцатый век, это, значит, тысяча восемьсот семьдесят шестой, когда была переведена Библия, четыре духовные академии, под руководством профессора Павского, это духовное лицо, и они переводили. Переводили, может быть, день уходил на перевод одной строчки, чтобы не изменить смысл Библии. Брали древние источники, брали там, какие имели, я сейчас могу немножко ошибиться, но там уже была Библия, которые самые-самые первые источники были найдены. Там на греческом, на еврейском, там на арамейском, на каком языке только находили, древние, все переводили, сравнивали с другими переводами, с другими переводчиками, потому что уже на тот момент Библия была переведена на все европейские языки. Помните, мы изучали становление, вот и печатание, книгопечатание проходили, да, как распространялась Библия. Это же самое известное и переведенное на самое большое количество языков книга в мире Библия. И до сих пор делаются новые переводы на редкие, уже теперь на редкие наречия, на редкие языки, вот как, например, там на алтайский язык, да, вот их всего живет, алтайцев, которые знают свой алтайский язык, их уже очень мало осталось, и для них сделан перевод, и для еще более редкие группы, в которых может быть там буквально десятки людей, которые говорят на этом языке, и для них делают переводы Библии, чтобы весть о Христе дошла во все концы земли, как Христос и заповеда, чтобы все узнали, все имели возможность на своем языке взять и прочитать Слово Божие. Вот, и у нас уже на тот момент была славянская Библия, но не было на русском языке. Это было вам сложно. Но даже тогда, когда переводили на русский язык, многие слова использовали, которые тогда были в обиходе. Вот Игнатий Ильич приводит пример часто, что, например, не написали дословно по-русски, как сейчас современные переводы русский делают. И Христос открыл рот и начал говорить, да, или учить. Нет, там написано «отвержд за уста». Мы все понимаем, что «отвержд за уста». Это понятно, что Он сделал? Открыл рот, да, то есть уста – рот, но когда «открыл рот», это как-то так грубо, вызывающе звучит, да. И многие вот эти слова, они в русском нашем переводе перекочевали из славянского, но мы их сейчас, на данный момент, практически в жизни нигде не используем. И вот такие слова, как, посмотрите, я вам такую картинку распечатала, они в Библии встречаются в том переводе 19 века. То есть прошло 140 лет, 144 года, да, мы многих тех слов не используем. И очень часто приходится, когда читаем псалтырь, когда дети маленькие, приходится останавливаться, говорить, кто такой с кеми, да, в этом, в псалтыре, кто такой с кеми? Молодой лев, да. Допустим, мы сейчас не употребляем такое слово, да, или вот уста, но уста, все понимают, око. Что такое око? Глаз. Чело. Чело, да, говорят, челом бить, сейчас такое не говорят уже, челом бить, да, то есть идти просить чего-то, кланяться, да так кланяться, что головой биться там об ступеньки к царю, например, идти, я пойду к царю челом бить, то есть чего-то просить, но в это время буду долбить себя своим челом к его ногам. Ланиты, покажите ланиты, где у вас. Так, правильно, Нестор показывает. Выя. Шея. Правильно. Рамина. Рамина, плечи. На рамина свои взять какую-то нагрузку, да, это значит вот что-то понести, сделать какое-то дело, то есть взвалить на себя эту ответственность или эту ношу, так образно сказать. Говорит, встань от меня, стоит одесную меня, что значит одесную меня? Справа. Справа. Справа, потому что десница это правая рука, а левая рука как? Шуица. Шуица. Шуица, правильно. Длань. Ладонь. Длань, ладонь, похоже, да, корень? Ладонь, длань. Так, ну и персты. Не знаю. И однокоренное слово перстень, да, колечко с камешком, перстень называется, потому что оно одевается на палец. То есть вот эти основные, а, вот еще вежды, вежды. Это вот это. Да, правильно, Нестор, молодец. Вежды. Вежды, то есть это веки. Вот в жизни, ну, может быть, только в литературе где-то, да, там, какой у них писателя можно встретить эти там, кто уже 18 век, может, у Пушкина где-то такие слова. Сейчас их не используют. Но в Библии они есть. Мы пользуемся этим переводом, и вы должны понимать. Вы молодцы, вы все это знаете, потому что это читали. А вот спросите своих одноклассников, что такое вежды или ланиты. А чресло, вот здесь еще нету слова, чресло. Припаяшьте чресло свои, это что? А кто этот рисунок делал? А это я из интернета распечатала. Видите, какая щелка, стриженные волосы, стриженные, абсолютно не христианский вид. Вот не могли сделать, как положено. Вот такой вот, как наша красавица. Это не девочка, это мужчина, как бы. Это мужчина? Славянский, видите, с повязкой. Это, наверное, как славянина нарисовали в такой рубахе. Да, я обвиню. Вот я подумал, что это женское лицо. Нет, это как будто бы молодой. Никогда челки не подстригайте, волосы не ровняйте. Вот, сейчас я вам христианина покажу. Вот он постарел немножко. Постарел? Да. Немножко. Немножко. Покажите. Постарел? Неправда, то не мой удел. Стареет хижина моя, но эта хижина не я. Это не я. Трясутся руки от того, что мало сделали добра. Смотри. Ну, тут то же самое. Десница, ланита, перст, око. Здесь еще даже меньше. Вот, смотри, лисейка, картинку. Вот еще. Чресло, то есть бедра. Ну, здесь новых слов я уже не вижу. Лик. Еще лик, то есть лицо. То же самое можете вот. А, горло, жерло. А, живот, как еще? Ой, все. Живот. Чрево. Живот еще и называть жизнь. Живота, жизнь. Живота. Говорит, чего хочешь, говорит. Он говорит, живота, живота. То есть жизнь не хочу. Живот значит... А, тут не так. Тут... Чрево, тут чрево. Ладонь, это пясть. А живота означало не вот этого живота, а жизни. Понятно? А вот, видишь, кисть. Кисть. И листья это... Почему название бороды нету? А вот именно вот это... А как борода? Ну, вот я и спрашиваю. По-славянски я не знаю. Брода. А, борода. То и одна буква упущена. Борода, борода. Да, помните из псалма? Нос. На бороду. Нос. Ну, наверное, нос остался носом. Так, все, разобрали, да? Видите, вы какие молодцы, все знаете. Я думала, вы чего-нибудь даже вежды знаете. Так. Подожди, я послушаю, не пою там еще? Ну, запели. Только что. А, запели. Тогда все, идем. Хотела еще кое-что сказать? Ну, ладно, следующее. Я вам хотел сказать, когда за столом пишут, наблюдайте. Одна рука пишет, а другая придержит бумагу. А не вот так под стол. А за столом, когда идите, в одной руке ложка, в другой кусочек. Станьте на молитву. Господи, мы благодарим Тебя за это занятие, за это помещение, за возможность здесь собираться, за это тихое, мирное время без гонений, притеснений. Благослови, Господи, знания, которые мы здесь получаем, сохранить на нашу будущую жизнь, чтобы она пригодилась нашим детям. И укрепи их, Господи, и нас всех сохрани, и помоги всем нам предстоять пред Тобою, и сохранить веру крепкую до конца наших дней. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Потихонечку заходи к нам. Ключи здесь свет, вот там. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 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 Благослови, 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 Господи, слава Тебе. Господь, Господь, слава Тебе. Благослови, Господи, 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 слава Тебе. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ